Серёг, очень сложная игра сегодня была, к сожалению проиграли. Поделись своими эмоциями, что было там на поле? Ну эмоции, конечно, отрицательные. На поле была битва двух команд, у всех, можно сказать, больше чуть повезло, без особых моментов они смогли добыть очень важные для них три очка. Вот, для нас они не менее важные были. Но, к сожалению, мы не создали так много моментов, как обычно создаём. Потому что это заслуга соперников, в первую очередь, грамотно выстроенная оборона. Очень тяжело было залезть в центр поля, поэтому преимущественно были подачи слангов. Ну, не так это опасно получилось, но всё равно были моменты, могли забивать концовки, был момент, поэтому, к сожалению, не набрали очков. Мы снова пропускаем достаточно быстрый гол, это какая-то психология, или что происходит с командой, почему так рано пропускаем? Да, это просто штрафной, на котором не разобрались подачу, первый рикошет и замыкание дальней штанги. Не знаю, почему так получилось. В принципе, к этому готовились. Ну, это индивидуальные, я думаю, моменты. Впереди у команды очень сложный график, у нас сейчас ещё есть дисквалификации, появились травмы. А как команда будет с этим справляться? Есть ли ресурсы? Да, ресурсы есть, у нас достаточно квалифицированных игроков, которые могут выйти. Поэтому, я думаю, с этим проблем не будет. Ты сегодня сыграл после небольшого перерыва, в 2022 году, получается, в стартом составе вышел. Как твои ощущения, как ты вообще в целом готов, ли ты на все 90 минут? Ну, конечно, каждый игрок готовится в любом случае, независимо от того, играет он или нет, на постоянной основе. Поэтому, да нет, нормально, на сборах играл. В принципе, игровой тонус, можно сказать, есть чуть-чуть. Сейчас впереди плотный график, команда сразу вылетает, ещё и автобусы. Это скажется ли вы, как бы, готовитесь в любом случае нормально на серьёзный игрок? Да это бездержки профессии, можно сказать, перелёты, постоянные переезды, поэтому к этому уже все привыкли. ФНЛ летали и в Хабаровск, и ничего страшного. Спасибо, Сергей, за счётчий матч. Субтитры сделал DimaTorzok